Фееричное возвращение Анны Вяхеревой, досадная сечка Кубани в Звенигороде и досрочное первое место по итогам предварительного этапа у ЦСКА. Об этом и многом другом поговорим сегодня в нашей передаче. Это «Свободный бросок». Всем привет! Подходит к концу предварительная часть чемпионата России. Суперлига близится к своей завершающей стадии. В итоге завершен 19-й тур и он оказался очень интересным на результаты, на матчи и на итоги этого тура, которые определили некоторые уже конкретные места по итогам этого самого предварительного этапа. Три матча прошло в этот вторник. 20-й заключительный тур пройдет уже на этой неделе, в воскресенье, и один матч в понедельник. Ну а этот 19-й тур, как ожидалось, должен был дать ответы на два вопроса. Кто займет по итогам предварительного этапа первое место и кто займет пятое. Ответ был получен пока только один окончательный. Математические шансы на решение второго вопроса еще остаются. Но обо всем по порядку. Мы отправляемся сперва в Тольятти, где Лада принимала Астраханочку. По турнирным раскладам это был самый неинтересный матч. Ну, если можно так говорить о гонбольном матче. Ни та, ни другая команда никуда не могли шагнуть. И обе только использовали эту игру для наигрывания своих связей и для уже подготовки к плей-офф. Лада потихонечку возвращается к своим кондициям. Работа Екатерины Маренниковой все больше становится видна. И этот матч Лада провела по-настоящему, по-лидерски. Не дав Астраханочке никаких шансов увезти очки из столицы российского автопрома. Уже в первом тайме преимущество Тольяттинской команды было подавляющим. 19-10 завершилась первая половина игры. Очень многое получалось у Лады. При том, что, допустим, в обороне ни у той, ни у другой команды особо не блистали вратари. Но защитные порядки у Лады в этой игре выглядели гораздо сильнее, чем у Астраханской команды. Без сильной разбежки начали хозяйки эту игру. Практически сразу завладели преимуществом. И очень резко его наращивали. Плюс 9 по итогам первого тайма. Причем у Астраханочки очень много было своих потерь и пропущенных после этих потерь мячей. А в атаке Астраханская команда не показывала очень высокую результативность. Вообще, по итогам игры, которая завершилась со счетом 35-26 в пользу Лады с разницей в 9 мячей. Бростков по воротам Астраханочка нанесла больше, чем Лада. 48 против 46. Но вот с реализацией у команды Дениса Сайфулина в этом матче было не ахти. Также следует отметить неудачную игру вратарей. Всего 4 сейва за 60 минут сделали голкиперы астраханской команды. У Лады результат чуть повыше у вратарей. 9 сейвов. Но это тоже не очень высокий результат. 25% у Лады сейвов и 11% у Астраханочки. Во втором тайме Лада просто доигрывала этот матч. Но Астраханочка в принципе тоже. Он завершился в ничью 16-16. Лада серьезную ротацию проводила состава. И не позволила астраханским гонбалисткам ни на мяч приблизиться по разнице по итогам первого тайма. Те же 9 мячей они остались после финального свистка. Отмечу опять потери. У Лады их было больше. 16 против 15. Бросков Астраханочка нанесла больше. В общем по цифрам если смотреть гораздо более ровный должен был счет. Но у Лады гораздо сильнее сыграли игроки атаки. И реализация бросков составила 76%. Практически треть всех голов обеих команд была забита при помощи голевых передач. Это такой достаточно средний результат. 10 голевых передач было у Лады. 8 у Астраханочки. В принципе старались использовать и комбинационную игру обе команды. И все-таки больше преобладало индивидуальное мастерство игроков обеих команд. Но у Лады как мы видим оно было выше. По игрокам стоит отметить в составе Лады Валерию Ганичеву. У нее 7 голов, 2 голевые передачи, перехват и блок. Она сыграла свою лучшую игру. Наверное одну из лучших в чемпионате. И была наверное лучшей в составе итальянской команды. Радует голевая игра Валерии Кирдяшевой. Наконец пробила это молодое дарование. 7 голов она забросила в этой встрече. Давно такого не было с Валерией. Будем надеяться, что она возвращает свои кондиции. И дальше будет радовать всех любителей гандбола. Хорошей голевой игрой. Больше уверенности Валерии. И все у нее будет хорошо. У Астраханочки, пожалуй, стоит выделить Галину Измайлову. 5 голов, 3 голевые передачи, 2 перехвата. Была активна эта девушка на площадке в этой игре. И вот хотел отметить игру еще Виктории Дивак. Не пошла игра у этой полусредней из Астрахани. 3 всего гола из 11 бросков. Неудачная игра в атаке, скажем так. И в конце матча Виктория получила достаточно тяжелое по картинке повреждение. Унесли ее на носилках. На момент записи передачи мы не знаем, что с ней случилось. Но пожелаем Виктории здоровья крепкого, успехов и скорейшего возвращения на площадку. Пусть все будет нормально. Терять никого не надо из игроков. Пусть все будут здоровы. Таким оказался результат матча в Тольятти. Все остались при своих. Лада осталась на третьем. Астраханочка на четвертом. И окончательно закрепила за собой четвертую позицию. Уже она никуда с нее не сдвинется. А теперь отправляемся в Звенигород. Где прошел важнейший матч звезда Кубань. Важнейший для двух команд этих. В борьбе за пятое место по итогам предварительного этапа. Мы все знаем, как проходят встречи между этими двумя командами. Они проходят всегда в нервной, интересной, острой и запоминающейся всем борьбе. С неожиданным развитием сюжета. С неожиданными развязками. И с заранее неопределенным результатом. Непонятно, кто победит в каждой конкретной игре. В последний раз в Звенигороде Кубань одержала победу. 36-33. И поэтому могла надеяться на то, чтобы одержать победу и на этот раз. Игра оказалась очень нервной. Прям на высоком пределе эмоциональной напряженности проходила встреча. Потому что цена ошибок была велика. Цена поражения была очень велика. Для каждой из команд. И достаточно мало голевым получился первый тайм. Да, и в целом вся игра тоже оказалась не сверхрезультативной. Кубань первые две минуты начала хорошо. Забросила два мяча усилиями Виктории Жилинскайте. Но затем Звезда ответила своими голами. Вышла вперед. И на протяжении всего первого тайма лидировала в счете. Причем преимущество доходило до трех мячей. Но мы все понимаем, что три мяча разницы в матче между Кубань и Звездой. Это, так сказать, разговоры ни о чем. Кубань потихонечку подбиралась по счету к Звенигородской команде. Ну, а в самой концовке первого тайма Диана Голубь с 7-метрового броска вывела Кубань вперед. 11-10. С таким счетом в пользу Кубани завершились первые 30 минут этой встречи. Очень мало голов. 21 на 2 команды. Это, в принципе, очень достаточно невысокая результативность. Но виной тому были о промахе игроков Кубани. Огромное количество ошибок со стороны Кубани. И отличная игра Екатерины Кирикиас в воротах Звезды. В том матче, о котором я упоминал, когда Кубань выиграл у Звезды 36-33, как раз вратари Звезды сыграли, скажем так, не очень удачно. Очень маленький процент отбитых мячей. Чем воспользовалась Кубань. В этой игре Екатерина Кирикиас была надежным стражем ворот. 40% сейвов на ее счету. 14% это количественный показатель. И 40% общий процент. Вклад внесла Кирикиас в итоговый результат очень высокий. Но он мог и не оказаться таким, каким оказался. Если бы Кубань не допускала такое количество ошибок. Во втором тайме команды продолжали идти вровень. Все время в ничью. 16-16 еще за 15 минут до конца встречи. Но затем ошибки Кубани были наказаны игроками Звезды. Быстрыми легкими голами в отрывах и контратаках. Три подряд гола таких получилось. И за пять минут счет с 16-16 превратился в 17-21. 10 минут до конца игры. Минус 4. И, наверное, уже дело сделано. Да, Кубань, конечно, продолжила играть. Как-то успокоилась. Но добиться успеха не смогла. А пропустила еще больше мячей. И в итоге уступила со счетом 21-26. Отмечу колоссальное количество потерь. И превосходство в этом показателе Кубани. 21 потеря игроками Кубани была совершена. И 12 таких потерь всего у Звезды. Что для этой команды очень хороший результат. Ну, а Кубань из 21 потери. 6 они обернулись голами. Непосредственно сразу заброшенными мячами в ворота Кубани. И 5 таких голов во втором тайме произошло. Что этому причиной? Ну, не знаю. Наверное, может быть сверхнапряжение. Может быть какой-то сверхэмоциональный заряд на победу. Боязнь, поражение, ошибок. Но получилось так, как вышло. Эти ошибки стоили команде не только двух очков. Ну, и пятого места, с которым она поменялась со Звездой. Также отмечу, что 45 бросков нанесла поворотом Звезда. 39 Кубани. По количеству бросков Звезда превзошла. Ну, что такое потери? Давайте. 21 потеря. Это же потеря в атаке. То есть, 21 атака Кубани завершилась ничем. И 6 из них завершились еще пропущенными голами непосредственными. Как в таких условиях выигрывать матчи, я не знаю. И, наверное, мало кто знает. Также скажу про игру вратарей. В этой игре они внесли свой вклад в итоговый счет. В два раза больше сейвов у Звезды. 14 против 7 у Кубани. Соответственно, 40% против 21%. Вот вам все эти цифровые показатели, которые сыграли в пользу Звезды. Хочу отметить, что голы Кубань забрасывала прям классные. Особенно с задней линии. Хорошие броски были. Красивые. И у Жилинскайты, и у Шавмана, и у Бобина залетало хорошо все. Но большая часть их, конечно, не залетела этих бросков. А могла бы. Края Кубань использовала не очень сильно. Все шло через задних игроков. Но они больше всех и напортачили. 21 потеря. И 17 из них это игроки задней линии. Ну, Кубань в итоге теряет эти два очка. Звезда их приобретает. Закрепляется на пятом месте. Переезжает Кубань сейчас на одно очко. Есть еще математические шансы снова поменяться у команд. Но для этого Кубань должна выиграть в последнем туре у ЦСКА в Краснодаре. А Звезда не должна выиграть. Вернее, должна проиграть в Астрахани. Много я говорил о проблемах Кубани. Но я хочу отметить, конечно же, хорошую игру Звезды. Команда Алексея Гумянова после ряда поражений затяжной такой серии показала хорошую игру. Отличный настрой. Видно, что команда прибавляет. Работает над своими собственными ошибками. В этой игре они боролись отлично. И в защите отрабатывала команда. И в атаке стремилась показывать хороший, красивый комбинационный гандбол. В общем, голы были тоже на загляденье практически все. И игроки задней линии. Можно вспомнить голы и Ксении Диченко, и Наталье Никитиной, которые в падении с 9 метров забрасывали. И края хорошо сыграли. В общем, 5 баллов Звезде за игру. Заслуженная победа, безусловно, в этом матче. Хотя, если бы не ошибки Кубани, наверное, мог бы результат быть иным. И победа Кубани тоже могла быть заслуженной. Хочу отметить в этом матче комбинационную игру со стороны обеих команд. 12 голевых передач было у Звезды, 10 у Кубани. А это 50% всех голов в результате комбинаций заброшены. Работают распасовщики в двух командах. Чувствуют друг друга игроки. В общем, команды обе показали достаточно интересный гандбол. Он был очень эмоциональным, очень боевым. Я думаю, понравился всем, кто смотрел эту игру. Как всегда, на хороших куражах провели ее две команды. Но победу одержал тот, кто был сильнее на этот момент. Помимо Екатерины Кирикиас, у Звезды отмечена Наталья Никитина. 6 голов, 2 голевые передачи, 3 заработанных 7-метровых. Есть еще 3 перехвата. Отлично провела она эту встречу. У Кубани лучшей была, наверное, Екатерина Бобина. 6 мячей и голевая передача, перехват. И хорошо она вела игру. Много от нее исходило опасностей. Да, были и потери. Но игрок тоже не всесильный. Голы отмечу у Екатерины очень красивыми. Оказались она лучшая, наверное, в составе Кубани. Но у Звезды лучшая это вратарь Екатерина Кирикиас. Все-таки ее 14 сейвов, они, безусловно, помогли Звезде одержать победу в этом непростом матче. Ну и переходим к главному матчу всего, наверное, чемпионата. ЦСКА принимал Ростов-Дон. И эта игра должна была ответить на вопрос, ну, большей частью ответить на вопрос, кто займет первое место по итогам предварительного этапа чемпионата страны. ЦСКА опережал ростовскую команду на 2 очка. И поэтому в случае выигрыша или даже ничьи закреплялся на первом месте и становился недосягаемым для своего соперника. Ростов-Дон, конечно, понес огромные потери игровые. Правда, один легионер вернулся за время, прошедшее после предыдущего тура, Эдуардо Амарим, бразильское. Полусредняя, она вернулась в ростовскую команду. И теперь у этой команды есть один легионер. Но потери оказались гораздо более сильнее и существеннее для Ростов-Дона. И это сказалось в итоге и на игре, и на результате. Ну, сперва отмечу, что вернулась, наконец, в игру Анна Вяхерева. И вернулась так, что, мама не горюй, всем на загляденье. Все, кто смотрел этот матч, а кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Получил наслаждение и от игры, и от голов, и от, собственно, действий самой Ани Вяхеревой. В этом матче Ростов ни разу не владел преимуществом. ЦСКА с первых минут начал нагнетать свою атаку. Шел вперед и пытался максимально быстро сыграть и увеличить свое преимущество. Что, в принципе, московской команде и удавалось. У Ростов-Дона были, понятно, проблемы с розыгрышем после ухода за Ади. В розыгрыше играет, прежде всего, Ярослава Фролова. Но все-таки Ась еще далеко до французской разыгрывающей, до ее уровня. Наверное, безусловно, она подрастет и станет похожей на лучшие образцы мирового гонбола. Но пока сказывается перестройка этой игры. И ЦСКА в день рождения Драгана Цвич, этой мощной сербской линейной, показал, что умеет играть на эту сербскую линейную. И она феерила весь первый тайм. Забрасывала мячи один крашу другого. Находили постоянно партнерши ее передачами. Драгана, несмотря на свои внушительные габариты, прекрасно открывалась. Прекрасно выбрасывала свои мощные руки и забрасывала красивые мячи. Вообще, игра в первом тайме получилась такой перестрелкой своеобразной. Команды отвечали голом на гол. По одному сейву совершили вратари обеих команд за 30 минут игры. 94% реализации было у ЦСКА, 93% у Ростов-Дона. Залетало все, что могло залетать. Команды показывали очень красивый комбинационный гандбол. Голы на любой вкус. И ЦСКА это удавалось чуть лучше. И преимущество их к концу первого тайма оказалось в 4 мяча. 21-17. Все благодаря в основном Драгане Цвич. 7 мячей у нее было по итогам первого тайма. Она была безусловно лучшей. Во втором тайме Ростов попытался навязать свою игру. Но ЦСКА не подпускал ростовчанок. А только увеличил свое преимущество. В какой-то момент оно доходило до 8 мячей. И было ясно, что уже с середины второго тайма. Что этот матч останется за армейским клубом. Что Ростов-Дону не догнать ЦСКА. Так оно в итоге получилось. Второй тайм завершился в итоге в ничью. Но общей победой ЦСКА 34-30. Давно Ростов-Дон не пропускал 34 мяча. Да и ЦСКА 30 не так часто пропускает. Команды забросили очень много голов друг к другу. С очень высокой реализацией. 79% бросков реализовано у ЦСКА. 71% у Ростов-Дона. Вратари сыграли не очень хорошо с обеих сторон. Может быть чуть-чуть более помогли голки перед ЦСКА. 8 сейвов у Ростов-Дона. Таких сейвов оказалось 6. Несколько голов ЦСКА забрасывал в пустые ворота. Красивые броски удавались Дарье Дмитриево через всю площадку. Но не они оказали итоговое влияние на результат. А все-таки превосходство во всех линиях сейчас на стороне армейской команды. Мы видим, что ушедшую Анну Гросс хорошо заменила Валерия Маслова. Она забросила несколько мячей в ворота своей бывшей команды. Помогала ей Антонина Скоробоганченко. В линии вообще нет проблем. У ЦСКА сейчас уход Иларионовой незаметен. Шимановская помогает Цвич. И там вообще никаких проблем. Края остались в прекрасном положении. Играют и Ростовская, и Маркова прекрасно. Дмитриева отличную форму имеет. Тогда, когда Цвич присела на скамейку отдыхать, начала феерить Дмитриева. Индивидуальная игра, прорезки, классные голы. Ну, а что Ростов? У Ростов-Дона подтвердилась опять поговорка, что Анна Вяхерева – это половина команды. Сегодня, наверное, на 100% отвечает действительности. Анна Вяхерева вернулась в игру. И как будто не было никакой этой паузы. Она просто показала мегакласс, мировой уровень. На счету Вяхеревой 11 голов в первой же игре в ворота ЦСКА. Причем из 12 бросков. На ее счету три голевые передачи, три заработанных 7-метровых, перехват, подборы в защите. В общем, фееричная игра. Половина голов команды общая. И, я не знаю, это все должны, наверное, поаплодировать игре Вяхеревой. Если бы не она, то, наверное, ЦСКА мог бы одержать победу с разницей в 10 мячей. И, ну, я не знаю, что бы помешало московской команде, если бы не Вяхерева. Потому что ни в обороне, ни в атаке без Вяхеревой Ростов-Дон не выглядел бы столь успешно, как в этой игре, забросив 30 голов. Теперь несколько слов и о других игроках обеих команд. У Ростов-Дона можно выделить Ярославу Фролову. Шесть голов она забила в ворота ЦСКА. Но были, правда, несколько обидных потерь мяча, которые завершились голами в ворота Ростов-Дона. Так что Ярославе чуть-чуть надо набрать уверенности в игре. И будет она абсолютно незаменимым игроком для ростовской атаки. У ЦСКА выделю Дарью Дмитриеву 9 голов, 4 голевые передачи. Прекрасно она сыграла в этом матче. Капитан сборной, капитан ЦСКА в хорошей форме находится. Снабжала мячами она и Цвич, и других своих партнерш. И забрасывала сама очень красиво. В общем, наверное, она наряду с Цвич, два лучших игрока этого матча у ЦСКА. Ну, а Ростов-Дона, безусловно, Анна Вяхерева – это лучший игрок этой встречи. Теперь о голевых передачах. 14 их было у ЦСКА, 9 у Ростов-Дона. Соответственно, 40% и 30%. Достаточно хороший результат, комбинационная игра. Все мы видели в этом матче. Очень много команды передавали мяч друг другу. Быстрые контратаки, быстрые атаки. Быстро ходил мяч по площадке у обеих команд. В общем, игра получилась на загляденье. Это такой настоящий лигочемпионский, скажем так, гандбол мирового уровня, который мы наблюдаем у себя в стране. И радуемся, что у нас есть такого уровня гандболистки. Теперь к выбору лучшего игрока всего тура. Но я думаю, что этот выбор очевиден. Несмотря на поражение Ростов-Дона, лучший игрок этого тура – это Анна Вяхерева. Потому что феерично она вернулась в чемпионат, в игру. И забила один с мячей, отдала кучу голевых передач, заработала 7-метровые. Бесподобно она провела эту игру. Как этот маленький, юркий игрок способен показывать такой феноменальный гандбол. Я лично поражаюсь и желаю Ане крепкого здоровья, чтобы у нее хватало сил, энергии, эмоций показывать такой гандбол в каждом матче. Анна Вяхерева – лучший игрок 19-го тура. Теперь к турнирному положению. Определился у нас победитель ЦСКА на первом месте. И он теперь имеет преимущество своей площадки вплоть до финального матча. Сменились у нас команды на пятом и шестом месте. Звезда теперь опять опережает Кубань. Но у краснодарской команды есть математический шанс обойти Звезду. Для этого и надо в последнем туре выиграть дома у ЦСКА. Звезда играет в Астрахане. И даже в случае победы над Астраханочкой она не поднимется на четвертое место. Ну а на сегодня, наверное, все. Где бы вы не смотрели наши видео, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на наши аккаунты в различных соцсетях. Комментируйте наши видео. Пишите свои предложения, замечания, вопросы. Ну а мы с вами совсем скоро увидимся. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok